всем привет с вами эдгар и мой грёбаный видеоблог мыслят эдгаром если кто первый раз не пугайтесь а постоянным подписчикам я хочу заснять видос как правильно грамотно варить кофе чё это кофе неважно кофеек не знаю подписывают по разные страны типа это моё это моё мне вообще плевать чё для меня просто кофе офигенная тема и все на это так что варим просто кофе без всяких там названий так вот смотрите чтобы сварить кофе нормальный кофеек есть очень много видео в которых рассказывают как правильно варить кофе там организовать пенку и все такое но не объяснять для чего это вообще надо все прям так вот знаете вот одна ложка все серьезно как будто не знаю там атомную бомбу готовят и если чуть-чуть там переборщишь там не знаю с ураном то все пипец тут же взорвется это просто кофе напиток вы же не задумывайте слишком много когда заваривайте себе там чаек такая же история с кофе тут не нужно как бы к этому относиться самой инструкции серьезно больше отдавайте эмоции тому что вот наслаждение я вот чисто кайфую от самого процесса не от того что я сейчас все делаю правильно будет у меня там пенка не будет пенка не в этом дело а вот в предвкушении то что вы будете варить кофе вот вы уже идете или вы проснулись у вас вот у меня так я проснулся у меня там пошел ванна умылся там все дела и вот это сейчас вот и у меня уже запах кофе в голове уже есть понимаете я вот думаю сейчас буду варить кофе блин ништячок офигенно так сейчас там заварю сяду закон так хорошо и понимаете потом пришел варишь это кофе запашок пошел все хорошо садишься и вот смакуешь это кофе смакуешь медленно есть люди которые херакс выпьют стакан кофе че вообще было я не понимаю почему вы любите кофе да как ты поймешь что кофе это прикольная штука когда ты его как водяру блин стопорями херачишь кофе фишка не в том что его залпом выпить а насладиться запахом аромат по дому пошел понимаете дома не воняет непонятно чем а пахнет кофе вот насладитесь моментом кайфуйте от самого процесса потом выпили а потом после кофейное состояние наступает когда вы выпьете стаканчик кофе и у вас такое ощущение будет хорошего вы знаете вот мысли появляется что-то хочется делать вот заряжает на что-то так что это первый этап вторая тема чтобы сварить кофеек нужна турка вот эту турку я покупал вот недавно купил за 1000 рублей вообще я в идеале хочу конечно покруче турку организовать но дорогие турки я их просто не до них еще не добрался тупо вот нет нету на это пока время и все вот в чем фишка если у вас нету турку турки смотрите чтобы дно было широкое вот это дно пошире горлышко насколько возможно узко хоть вот такое лишь бы туда кофе можно было протолкать если вы подходите к прилавку там да или кофейный магазин и хотите выбрать турку говорите мне широкое дно узкий верх есть там керамические например не берите керамические они красивые то может быть дорогие но от керамики ну так не очень берите медные чтобы была медь сама офигенная тема чтобы делать это все дело дома ручка деревянная естественно чтобы горячо не было вам вот у меня турка такая средняя знаете вот не широкая и не маленькая горлышко тоже ниже небольшое не маленькая такой середнячок вот потом когда покупаете турку важно сколько у вас человек пьет кофе если у вас дома пьете только вы кофе то покупать такую здоровенную турку с широким вот этим задом и горлышком маленьким нету смысла потому что ты из-за одного стаканчика кофе блин будешь использовать использовать целую турку как бы это не в тему из-за этого вот как вы покупаете среднее если у вас вся семья пьет или чисто для гостей то можете организовать здоровое там офигенно все сварится в данный момент пьем кофе я и моя жена для этого хватает вот такая турка на двоих в чем еще прикол вот смотрите пенка все вот говорят про эту пенку как сделать грамотно что получилось пенка что такое пенка вот когда вы что угодно завариваете в кипятке вот это заваренная вещь не кипяченая перекипяченая а вот первая заварка любой продукт начинает выделять свои соки конкретного что в нем есть кофе именно так особенно когда кофе вот зернах у вас дома перемололи сами только перемололи и варите и получается самый смак вот самый кофеин и все что в нем там есть все это будет откладываться вот именно в этой пенке вот из-за этого люди так прямо ценят эту пенку чтобы ее получить потом это очень важно когда люди занимаются гаданием вот у меня мама гадает на кофе я в армении жил там вся армения гадает так что там такая движуха что вот обязательно эта пенка нужно грамотно нужно сварить чтобы потом правильно перевернуть свой стаканчик стаканчик короче переворачиваете грамотно чтобы у вас получились на стенках всякие там рисунки по которым можно будет гадать вот именно поэтому все так заморачиваются с этой пенкой если вы не гадаете и прям не хотите заморачиваться то не так прям сильно важно это пенка вот если вы как бы как водяру глотаете это кофе да вообще не важно тогда ничего заварить там что получилось то и пей но если вы хотите получить эффект после кофейной насладиться им тогда нужно постараться чтобы эта пенка была смотрю видео как получить грамотно эту пенку чего только не снимает и вообще и крутите кофе в обратную сторону мешайте по чистовой против чистовой что-то сказки какие-то рассказывают вся фишка чтобы у вас получилось пенка заключается в следующем это мой личный опыт сейчас я буду варить кофе просто послушайте теорию для начала если в такую турку налить 1 стаканчик воды сейчас я вам покажу стаканчик воды зарядить вот всего лишь такой маленький да пенка у вас будет никакушная не сработает вы будете делать делать думать блин в чем прикол почему пенка не получается может быть и получится но в основном не получается потому что мало воды чтобы получилась пенка вот это тут пенка должна быть заполнена где-то не меньше чем половина водой если не меньше чем половина водой заполнить то это несколько таких стаканчиков тут такая маленькая нестыковка вы пьете кофе один а наливать например половинку это несколько стаканчиков по идее вам это не надо но если вы так не нальете что у вас пинка не получится так что если хотите пенку или там можете чуть-чуть потерять кофе например а вот когда вам надо это тогда делайте так наливаете половинку воды добавляете например вам нужно 1 стаканчик а кофе засыпаете 2 чайные ложки а то и 3 чайные ложки если вам не жалко сахар естественно по вкусу там ложечка 2 ложечки и вот когда в турке больше чем половина воды не меньше самое главное то когда идет процесс кипячения не то что кипячения вот она нагрев идет получается кофе успевает поднять пенку сверху и у вас обалденная пена получается вы ее можете снять потом ее довести до хорошей температуры и долить короче туда если у вас воды очень мало то получается вода нагревается слишком быстро пенка не успевает образоваться это как вот любую что угодно вы там завариваете тот же чай как делают чай вы же не сыпите заварку кипятком заливаете ставите и сразу начинаете это все дело пить нет грамотно тоже нужно уметь чай пить для этого завариваете ставите и ждете когда официант вам день в баре в ресторане поставить чай говорит минут 15 там 10 подождите пока заварка там буду заварится в это время проявляются все вот эти витамины все что есть в этом напитке такая же штука здесь получается кофе для кофе нужно время чтобы пенка появилась а так как воды очень мало налита она быстро вскипает а сам кофе не успевает выделить все что нужно и короче хрен вам а не пенка вот такая вот короче история и у меня слишком много слова короче у это у меня такое словечко типа блин не обращайте внимание вот теперь будем это делать я вам рассказал не нужно там смотреть фиг знает какие-то советы как получить пенку водички побольше и кофе больше дольше это все дело готовится кофе успевает выделить все что нужно и у вас получится пенка вот и как бы весь секрет сказки тут рассказывать не нужно потом еще один момент кто-то варит кофе сразу заливает кипяток а кто-то готовит кофе делает холодным и так и так короче можно делать но я лично готовлю заливая холодной водой даже не то что у меня тут кулер стоит покажу сейчас вообще там охлаждает у меня жестко вот у меня кулер холодная горячая вода я конкретно набираю вот охлажденную воду чтобы у меня кофе дольше готовился и получается он выделит у него больше времени выделить то что нужно так вот смотрите кофе у меня разная у меня тут еще есть там еще есть короче не буду организовывать какой кофе пить это я потом расскажу в данный момент не знаю больше всего если честно вот это понравилось так как он пачки же ничего не осталось на втором месте из этого выбора вот жаки вот такой вот кофеек эгоист называется арабика премиум так по крепости тут в основном по крепости знаете вот у кофе указывается вот видите степень обжарки идет светлая темно обжарка это влияет на то насколько будет кофе горьким или нет если пережарите и естественно горечь будет нужно как-то вот средние обжарки вот три кофейных зернышко нормально вот как-нибудь я засниму самостоятельно как вот жарить кофе ну вот на этой пачке к сожалению не указано крепость кофе я вот не нашел но это не так важно просто кофе сам реально вкусную вот могу даже сейчас его вам показать этот кофе кофе тоже бывают разные про это я вот говорил уже видос отдельно засниму помол бывает разный крупные мелкие вот у меня тут одна пачка есть такая вот дешевый кофеек короче так тут помол такой что пипец просто пьешь и там кофе в горле застревает слишком мелкий помол я не люблю и крупный тоже это вот такой средний помол вот смотрите сейчас нету слишком крупных зернышек вот они примерно одинаковые вот такая короче фигня можно мерить вот такими вот стаканчиками вот какие стаканчики я применяю они бывают разные сейчас покажем вам стакан когда гости конечно же что-то типа там красивая но вот такой вот красивая я не очень люблю тут у меня есть такой мой стаканчик самый ходовой он такой знаете и по размеру небольшой не маленький уже весь покоцаны но верно мне служит блин и вот нравится мне этот стакан на втором месте у меня вот этот стаканчик потому что он смотрите такой вот круглый четкий вот удобно как-то его держать а этот какой-то более такой узнаете вот изысканный больше для девушек что ли не прикалывает мне когда вот это вот как пиалка такая раскрывается не очень тема так что первое место второе третье из таких я не так часто пью вот мой самый ходовой стаканчик и тут доза как раз воды нормально вот смотрите как пить тут тоже слишком много мудрить не надо получается по идее классические как пьют ложечка обычно чайная ложечка кофе чайная ложка сахара и вот такой стаканчик водички и все это дело варите получается все вроде как я делаю по-другому чтобы у меня все получилось вкусно я беру турку добавляю воды вот смотрите я варю в основном для себя и для жены так что система прокатывает примерно вот так вот наливаете холодной воды очередность тут в общем-то не важно ложки сахар так как воды больше я люблю сахаром по идее на это стаканчик нужна ложка но тут больше чем один стаканчик так что просрем в никуда можно сказать еще ложечку ну и кофе конечно на такую тему я где-то ложу с большими горками вот большие горки 3 кофе просто знаете как вот кто-то экономит это уберем к этому потом я уберу что здесь не было грязно вот закинули кофеек закинули сахар если отсюда видно вот где-то примерно так получилось половинка вот сейчас пенка должна получиться можете помешать ложкой но у меня не знаю вот такая вот привычка я вот так вот фигарю и ставлю это все можно можно вот так один год на видео смотрю нужно мешать против часовой что-то там стрелки по часовой что-то вообще какая разница вообще-то никак не влияет все сделали убрали теперь смотрите следующий этап кофеек вода сахар правильная доза на месте тут важно какие у вас комфорки чисто на глаз смотрите какая у вас турка и какая комфорка примерно подходит под это дно вот смотрите вот 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 я уже тут поджег подсказочка вам вот это комфорт комфорка вот идеально подходит под эту турку ставим на нее прикол в том чтобы кофе разогревался равномерно если будет комфорка большая естественно вообще не в тему маленькая тоже какой должен быть огонь огонь не делайте слишком сильным пускай будет слабенький чем дольше короче вы возитесь с кофе тем лучше она у вас получится ну и конечно же пока он варится вы должны про него думать вы должны наслаждаться этим моментом это же кофе понимаете вот вы его ждете как будто у вас сейчас я не знаю там сын скоро родится блин в роддоме эти вот сидишь и ждешь вот когда же его тут звонок тебе там с роддома вот у вас родился сын ну или дочка и ты там радостный такая же штука из кофе вот стоишь и ждешь вот сейчас пеночка пойдет родимая ну и все короче такое я буду наливать в несколько стаканчиков потому что кофе много ну столько я конечно не выпью но зато покажу вам что получилось смотрите какая еще штука пока варится кофеек так я вот так вот чуть-чуть боком сделал чтобы вам видно было вон видите процесс какой когда много воды вот кофе много то получается у вас пенка вообще ну вот это стопроцентно получится если у вас гости то вы не опозоритесь у вас будет офигенный кофеек люди будут смотреть ничего себе вот это блин кофеман и сейчас это все дело нагреется начнет чуть-чуть подниматься нужно это все дело убрать это я вам сейчас говорю только узнаете идеальная прям вылезанная готовка кофе убираем сверху эту пеночку раскладываем по стаканчикам ставим обратно догреваем и потом доливаем и получается охренительно обалденный кофе пока я на это тормозну потому что тут какое-то время нужно ждать ну несколько минут может пять минут вот получилось пенка убираем вот смотрите приготовили кофе делаем вот так видите раскладываем пеночку аккуратно аккуратно по стаканчикам я это раскладывал по идее на три стакана но тут вообще сделано на один пенку разложили потом обратно это все дело убираем и снова кофе должно догреться доготовиться можно сказать вот моя пеночка красавелочка чуть-чуть на свет поверну вот смотрите вот это конечно возня нужна чисто вот если у вас гости все движуха пошла вырубили все вот теперь берете это все дело и аккуратненько по краешку наливаете вот она видите пеночка и то получилось бы лучше просто я тут одной рукой камеру одной рукой кофе это все процесс и то тут осталось тут вообще на несколько стаканов получается но я вам скажу это не идеально конечно потому что нужно следить за кофем а не тут как с камерой возиться вот так вот так что варите кофе а я сейчас наверное включу камеру и засниму какой-нибудь еще очередной видос вот оно мое кофе может быть сюда поставить о вот оно мое уютненькое местечко вот тут вот вы привыкли меня видеть тут вот я сажусь только после того как пройдет весь этот этап варки я беру кофе и говорю всем привет с вами Эдгар и мой гребаный видеоблог масля от Эдгара и наслаждаюсь понимаете я совмещаю несколько моментов предвкушаю варку потом варю кофе потом сажусь потом пью одновременно снимаю видео и это тоже мне дает определенное наслаждение это что-то мое вот хобби какое-то да получается полное кайфовое ощущение и когда я пью это кофе начинаю рассказывать кофе дает о себе знать моему организму меня начинает штырить и я записываю часовые часовые вот почему у меня ролики такие длинные кофеек раскрывает все мысли я начинаю тур 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 вот так вот пейте кофе если кто не пробовал попробуйте у меня еще будут ролики разных видов кофе какие бывают какой помол да кстати забыл сказать такая еще штука есть как кофе то пить нужно вот тоже несколько вариантов иногда я люблю просто вот пью кофе и все вот до конца а иногда мне нравится тоже такой вид есть стаканчик холодной воды даже если ледяной есть вообще офигенно пару глоточков кофе подождали пару глоточков или один глоток холодной воды и вот так вот пьете пока не закончится кофе тоже блин своеобразно офигенно прямо мне вот нравится оба варианта но когда снимаешь видео не совсем удобно там как бы чередовать вы чаще видите меня просто с кофе без воды а когда я сижу за компом сам с утречка отвечая вам на комментарии то я пью так кофе и водичка так что всем счастливо если вам понравился мой ролик ставим мне лайки пишем комментарии подписываемся на мой канал если ты не подписан увидимся в гребаной бесконечности в этом видео поговорим на тему кофе а именно почему у вас болит сердце когда вы пьете много кофе такой вопросик закинул мне один мой подписчик думаю это будет многим интересно спасибо 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 Продолжение следует...